В Рижской многоэтажке обвалился балкон. Инцидент произошел в субботу вечером. Очевидцы рассказывают, двое мужчин вышли покурить, да и полетели вниз вместе с балконом. Жильцы дома уверяют, они уже третий год просят столичное домоуправление привести балконы в порядок. Там отвечают, утром деньги, вечером ремонт. В ситуации разбиралась Диана Хадулина. Обычная пятиэтажная хрущевка в Саркандаугове. Дверь на злополучный балкон заколочена, здание огорожено. Местные жители говорят, теперь лишний раз на балкон стараются не выходить. В момент обрушения на балконе находились двое мужчин. Оба они выжили, но получили травмы. Сотрясение мозга, перелом ноги и ушиб позвоночника. Специалисты провели осмотр и констатировали признаки незаконных строительных работ. На полу балкона положено асфальтно-бетонное покрытие толщиной свыше 5 сантиметров. Однако местные жители уверены, пол тут ни при чем. Балконы старые и уже давно требуют капитального ремонта. Честно скажу, мы не выходим. Мы с одной ногой и туда. И детям не разрешается выходить. И то, что в интернете было написано, что они перестраивали, это все абсолютно ерунда. Потому что асфальт у нас наложен на всех. Я не знаю, это какая-то технология была, но на всех балконах слой этого асфальта. Вот посмотрите вверх соседнего балкона. Он может обвалиться в любой момент. Мария по профессии проектировщик со строительством НАТЫ показывает щели в полу. Говорит, ремонтировать надо, но платить из своего кармана отказывается. В нашем доме живут все инвалиды и пенсионеры. Очень бедный дом, так что я не представляю, как можно нам за наш счет их отремонтировать. Я лучше и пользоваться не буду. Пенсионерка Рута вот уже три года обивает пороги столичного самоуправления. Безрезультатно. Когда пришла с куском бетона в руках, который отвалился от балкона, приняли меры. Натянули сетку. Я пришла к ним и говорю, ну посмотрите вы мой балкон. Инженер говорит, потерпи, деньги будут, я все починю. Так и жду с 2013 года. Ходила вот весной снова, мне ответили, если у вас есть тысяча евро, то все починим. А я же пенсионерка, получаю 294 евро. Жилье в доме приватизировано и по документам балконы являются частью квартиры. Чтобы начать ремонтные работы, на них нужно накопить средства. Для этого необходимо одобрение большинства жильцов, объясняют в Ригаснаму Парвалднекс. А жильцы этого дома копить деньги на ремонт отказались. В этом году Ригаснаму Парвалднекс включил смету этого дома предложение провести ремонт балконов. К сожалению, до сих пор жители не сообщили нам о своем решении. Мы еще раз вынесем этот вопрос на обсуждение во время собрания. Но как бы то ни было, окончательно решение должны принять сами жильцы. Они также должны будут указать источник финансирования. На следующей неделе столичное домоуправление проведет собрание жильцов. Тогда и будет решено, что же делать с балконами.